МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никто не застрахован. Череда трагических происшествий прокатилась по России и не только. Взрыв газа в городе Шахты, Магнитогорске, Париже. Что это, система или трагические совпадения? Обсудим это с нашими гостями. В студии Зоя Горобец, заместитель директора и главный инженер предприятия «Крым-Газсети» Андрей Рыбченко, председатель Координационного совета организации народной контроль ЖКХ «Крым». Скажите мне, пожалуйста, Андрей, а вы знали, что вероятность пострадать от взрыва бытового газа она ниже, точнее, намного выше, чем, допустим, возможность пострадать от теракта? Да, знал. Но это связано все с техникой безопасности, опять-таки. То есть террористов у нас гораздо меньше, чем газовых сетей, газовых баллонов. Поэтому вероятность выше. Зоя Григорьевна, вот взрыв газа на квартирных домах, да, что это, система или трагическое совпадение? Почему именно вот в период новогодних праздников, до, после, вот именно в холодное время происходят подобного рода трагические события? Ну, я думаю, что то, что в канун новогодних праздников это было случайное совпадение, потому что опасность, она однозначно в любое время года. Ну, может быть, больше в отопительный сезон, когда подключаются больше приборов, отопительные приборы работают, вероятность чуть выше. Но, тем не менее, хотелось бы сказать, что вся наша система и все сотрудники, все газовики в Крыму, наша основная задача – обеспечить безопасное газоснабжение наших потребителей. Основная масса газопроводов, которые расположены в Крыму, это и распределительные газопроводы, и газопроводы в городах и поселках, они находятся на балансе Крымгазсетей, и мы их обслуживаем, мы ведем капитальные, текущие ремонты, составляем определенные графики и ведем четкий контроль за ними. Что касается внутридомовых систем, здесь немножко сложнее. Сложнее в том, что у нас данное обслуживание происходит по договорам с владельцем дома, либо с самим абонентом. То есть, получается, если владелец не заключал договор, то он может взрываться, да, спокойно? Да нет. Мы ведем в данном направлении большую работу. И вот когда мы вошли в Российскую Федерацию, после этого все эти работы стали платными. И вот это было немножко сложно. В течение нескольких лет мы уже приучаем наших абонентов, убеждаем о том, что за данный вид работ следует производить оплату, и объясняем, насколько важно обслуживание внутридомовых систем. Потому что те моменты, когда абонент не допускает в квартиру, чаще всего это бывает, когда есть какие-то нарушения на данном адресе. То есть абоненты переставляют самостоятельно газовое оборудование или дополнительно ставят газовое оборудование, понимая, что этого делать нельзя, к сожалению, привлекая либо случайных лиц, либо делая это самостоятельно. Загерина, я вот предлагаю подключить к беседе наших телезрителей. Уверен, что у крымчан есть вопросы по этой теме. Поэтому, господа, если действительно это так, то звоните. Я попрошу режиссера вывести на экран телефон. Телефон нашей студии прямой. Поэтому звоните, задавайте вопросы, если волнует непосредственно газовые сферы и тех сложностей, которые в ней возникают. Ну вот в продолжении того, что люди могут зачастую где-то самовольно подключаться, самовольно каким-то образом влиять на безопасность газовых систем. Но вот возьмем на примере последних российских происшествий. Ведь ЧП, допустим, в городе Шахты, ЧП в городе Магнитогорске. Там же люди отапливаются газом из-за того, что не хватает мощности централизованного отопления. То есть, по сути, у них нет другого выхода. Наверное, это вопрос больше к ЖКХ-контролю. Вот каким образом? В этом случае должны быть общественные организации, вот сродни вашей, каким-то образом должны защищать интересы людей, разве нет? Должны защищать, но в этом вопросе, опять-таки, мы ограничены. Очень часто вопрос задается о переходе на отопление двухконтурными котлами газовыми, об установке колонок. Мы всегда отвечаем, что это дело безопасности. Установка возможна только при наличии технических условий подключения к газовым сетям, наличие проекта, и все это должно быть одобрено к рынку газсетям. А что, люди мерзнут теперь? Вот если зима холодная, да, отапливаться нечем, они включают, конечно, они включают там просто газовые плиты, горелки, хоть как-то согреться. Вот в этом случае что? Этот вопрос больше к управляющим компаниям, к теплоснабжающим организациям. Который вы контролируете, исходя из названия «Народный контроль ЖКХ». В этом случае мы привлекаем все наши силы к тому, чтобы нормализовать снабжение, именно теплоснабжение и горячее водоснабжение в доме. Вот действительно, Андрей поднял важный вопрос касательно автономного отопления. В какое-то время разрешали устанавливать двухконтурные котлы в высотках, потом запрещали, снова разрешали, запрещали. Получается, у нас нет четкой системы. У нас нет такого, что если это высотка, то там нет котлов автономных, да? Нет, у нас такого нет. У нас все в разброс. У нас даже на данный момент, если изначально проектируется дом, идет его газификация и устанавливаются котлы в каждой квартире, там обязательно должны быть коллективные дымоходы. И если соблюдается все согласно проектной документации нормативной, то это разрешается, это дозволено. У нас запрещено, если дом отапливается, если с темой отопления работает, вот в таких домах дополнительно на данный момент мы не выдаем технические условия на дополнительную установку котлов. Да, мы сейчас еще вернемся к этой теме, а пока у нас вот есть вопрос от телезрителя. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, задавайте свой вопрос. Вопрос такой, как охранить дом, если он находится в централизованном отоплении, а при Украине многие, ну, с нами, знаете, можно было все, сделали отдельное отопление. А при Украине многие... Тем более у нас нет колонок, и естественно, что нет дымоходов специальных. Ну, вот, благодарю за вопрос, но вот яркий пример, да, того, как происходит у нас в Крыму, что разрешили, те, кто успел, поставили, молодцы, да, а остальные, будь как будет, без технических условий. Но, к сожалению, на самом деле этот момент имеет место. При Украине можно было ставить автономное отопление, и дымоход через стену выходил. Это турбокотлы, которые были дозволены, и тогда не нужно было иметь коллективные дымоходы, и это разрешалось. И такие котлы установлены, но закон обратной силы не имеет, поэтому сегодня отключить и перевести на центральное отопление мы не можем. Но в данном случае мы не можем, но мы рискуем жизнями других людей из-за несоответствия техническими требованиями. Почему мы рискуем? Я считаю, что мы не рискуем, потому что те котлы, которые были установлены, они были установлены согласно технических условий, на это были разработаны проекты, и нормативная база это позволяла. И сегодня, да, мы обслуживаем эти котлы, мы следим за тем, чтобы работала автоматика безопасности, чтобы система газоснабжения была герметичной. И если абонент ничего не нарушает и четко пользуется этим газовым оборудованием, это не представляет опасности. Андрей, у нас снова еще один звонок, поэтому, наверное, подожду с вопросом, да, послушаем этот вопрос от телезрителя. Добрый вечер, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, спрашивайте. Будьте любезны, а что это за организация «Облгаз-первис», которая приходит и ставит краны по 15 тысяч тире 20 тысяч рублей? Ставит что? Ставит краны? Да, да, краны. Вы знаете, я, к сожалению, не знаю этой организации. Если вы назовете адреса, где они работали, мы обязательно постараемся проконтролировать. Не могу вам ответить на этот вопрос, это не работники газового хозяйства. Ну а, в принципе, сторонние организации не имеют права приходить и предлагать такие услуги, выполнять такого рода работы? Значит, сторонние организации имеют право выполнять монтажные работы, если у них есть соответствующее разрешение. Если заказчик получил технические условия на установку того или иного прибора, разработана, соответственно, проектная документация, но выполняя любые монтажные работы, все равно эти работы сдаются работнику газового хозяйства. И газовики принимают, контролируют, и только после этого делается подключение тех или иных приборов, и это тогда узаконено. То есть, по сути, если ходят по квартирам и настаивают на то, что вы обязаны условно за 15 или 20 тысяч купить то или иное, это незаконно? Это незаконно, потому что на любую установку какого-либо газового прибора нужно получить технические условия в Крымгазсетях. Я уверен, что мы еще вернемся к этой теме, к теме сторонних организаций. Андрей, хотелось бы все-таки завершить тему автономного отопления. На сегодня, если в процентном соотношении сравнивать дома многоэтажные, в которых есть автономное отопление или централизованное, владеете информацией? Значит, на данный момент с автономным отоплением небольшое количество, 10-15%. И в основном это новостроено, на которое есть технические условия получены и есть проекты. Плюс те, которые успели установить при украинской власти, но на них тоже есть технические условия и проекты. То есть, в принципе, это все легально. Гораздо страшнее, когда человек сам нелегально переносит что-то или устанавливает котел. Потому что такие случаи были, встречаются. И к нам обращаются тоже, к общественникам, чтобы мы повлияли на тех, кто якобы неправомерно установил котел. — Благодарю. Зоя Игоревна, здесь, наверное, стоит учитывать. Понятно, что многоэтажные дома в случае такой трагедии вызывают больший резонанс. Но, тем не менее, есть еще и частный сектор, есть еще и квартиры на земле или малоэтажные здания. Есть стандартная, стандартизированная планировка. Частные дома, малоквартирные дома, как в Симферопольском старом городе. Это сплошь и рядом называется квартиры на земле. Но, по сути, времянка, где технические условия, да и, в принципе, сами здания зачастую оставляют желать лучшего. Вопрос в чем? Где опаснее использовать автономное отопление? В таких домах или в квартирах? — Ну, в принципе, опаснее, наверное, все-таки в многоэтажных домах. Потому что здесь все остальные, вот соседи, если какой-то квартиросъемщик нарушает правила безопасности, конечно, так, допустим, если где-то происходит несчастный случай, страдает одна семья. А здесь, если многоэтажные дома, кто-то нарушает правила безопасности, кто-то самовольно что-то куда-то переносит, в результате получается утечка газа. А смесь воздуха с газом при концентрации от 5 до 10% создает такую взрывоопасную смесь. И, конечно, заложниками становятся соседи этой квартиры. — Господа, видимо, тему мы выбрали актуальную, потому что у крымчан масса вопросов на эту тему. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Какой у вас вопрос? — Добрый вечер. — Добрый-добрый. Задавайте вопрос. — У меня не вопрос. Я хочу подтвердить, что корицы на установку газового оборудования разного очень высокие. Например, я купил газовую плиту новую. Чтобы ее поставить, с меня забрали 200 тысяч рублей. За что непонятно. Работа была 15 минут, а 2 тысяч я заплатил. Поэтому многие отказываются. И самостоятельно подключаются газовые плиты и другой оборудование. А то и такие случаи происходят. — Спасибо большое за вопрос. В принципе, понятная ситуация. Честно говоря, знаете, я бы тоже никогда, да и не вызывал, в принципе, газовщика, чтобы установить себе газовую плиту. И я бы тоже не отдал 2 тысячи за это. Кстати, за полторы бы вам сделал. Условно. Нет, шутки шутками, но на самом деле происходит так. Из-за этих высоких тарифов люди отказываются. — Существуют определенные расценки. Они связаны с тем, что есть определенные трудозатраты. Это все рассчитывается и утверждается. Поэтому расценка есть. И я думаю, что у нас далеко не высокие расценки на установку газового оборудования. Поэтому для того, чтобы себя обезопасить и не делать это непрофессионально. И потом, наверное, бывают те несчастные случаи, которые несут гораздо больше затрат, чем поставить это с помощью работников газового хозяйства, которые сделают это профессионально и обеспечат полную безопасность абоненту. — Андрей, а вот только честно, вы газовую плиту дома сами устанавливали или звонили в газовую службу? — Нет, не сам устанавливал, а звонил в газовую службу. И они пришли. Значит, прежде чем делать монтаж, они меня проконсультировали, какой гибкий шланг взять, чтобы он был сертифицированный. И вот таким образом я поменял себе газовую плиту. — Не вы, а вам поменяли в таком случае. — Да. — Вы заплатили сколько? — Сколько заплатили? — К сожалению, я сейчас не помню. Около полутора тысяч, но там 382 рубля стоил договор на обслуживание. — То есть вы совместили условия договора на обслуживание с выполнением данного вида работ. — Это, видимо, по акции, да? — Андрей, ну как будете планировать менять в доме лампочки, да, зовите электрика или меня. Но на самом деле я абсолютно понимаю вот возмущение, да, некоторых крымчан, потому что это вот тот вид работ, который, ну что там, закрутить гайку, да? Ну понятно, там, проверить, да, понятно, что сейчас там не Пакли используют, а там ленту купить ее, но тем не менее это не так сложно, и тарифы действительно, наверное, завышены. — Вы знаете, нас уже неоднократно проверяли по поводу тарифов. И у нас расценки абсолютно обоснованы. — Одно дело, когда о тарифах рассуждают там государственные организации или предприятия, и другое дело, когда вот крымчане, да, мы стали свидетелями, говорят о них напрямую. То есть это голос народа, с ним не посмотришь. Но непосредственно о взаимодействиях потенциальных клиентов «Крымгаза» и посреднических организаций я бы хотел вот тему развить, да. Зачастую вот у меня знакомый просто сегодня, мы обсуждали эту тему, да, я говорю, что вот буду беседовать на эту тему. Он говорит, слушай, ну у меня вот произошла такая история. Когда он подключался, да, он в принципе вводил в «Домгаз» и пришел в вашу организацию, спросил, как долго будет происходить этот процесс. Ему сказали минимум полгода, скорее всего, около года. В итоге он обратился в частную компанию, ему это сделали за три месяца. Но в то же время приходил сотрудник «Крымгаза», который, безусловно, все это контролировал. А почему так происходит? Почему, если частная организация, сотрудник «Крымгаза» приходит и все делают быстро, а если человек сам обращается напрямую, минуя посредника, что и вам ведь лучше, приходится ждать куда дольше. Ну, бывают разные обстоятельства. Допустим, если идет интенсивная газификация в этом регионе, естественно, большие объемы работ, и тогда вот эти сроки немножко задерживаются. Понятное дело, что участника нет такого объема работ. Кроме того, есть работы, которые могут выполнять только работники газового хозяйства. Вот технологическое присоединение, это соединение между газопроводом, который идет распределительной по улице, и до границы участка, эти работы могут делать только работники газового хозяйства. И сейчас, согласно нового постановления, то же самое, то, что разводка до счетчика внутри участка, это тоже будут выполняться только работниками газового хозяйства. А уже внутри, внутреннюю систему, да, здесь на данный момент могут монтировать организации, имеющие на то определенное разрешение, но однозначно это делается, опять же, согласно выданным техническим условиям, согласно проекта, согласованным с Крымгазсетями. И, конечно же, обязательно это принимается работникам газового хозяйства. Господин, у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы можете задать свой вопрос. Добрый вечер. Я проживаю в многоэтажном доме, 9-этажный дом. У нас очень слабенькое отопление. Мы жаловались и в нашу управляющую компанию железнодорожного района, и звонили на горячую леденню Аксенова. Вот уже месяц прошел, отписки были, что что-то делается в лучшую сторону. Но батареи как были холодные, так и остались холодные. Мы все пользуемся дополнительными средствами обогрева. У кого электрообогрев, а очень многие включают газ и пользуются газом как обогревом. Мы понимаем, что это неправильно, но изменить мы ничего не можем. Спасибо за вопрос. Это именно та ситуация, которую мы обсуждали. Когда люди находятся в таких условиях, когда по-другому не получается. Когда ты подходишь и понимаешь, что это может нести какую-то опасность тебе и окружающим, но ты пытаешься согреться. Просто это естественный инстинкт. Но если говорить, Андрей, о такого рода жалобах, куда людям обращаться? Потому что Крымгаз придет проверять, конечно, они скажут, что нельзя. В ТПКМО «Энерго» и в свою управляющую компанию. Что касается нагретажных. Ну вот говорят, жаловались в управляющую компанию. Безрезультатно. Вот тут изношены уже сети до предела. Внутри домовые сети теплоснабжения изношены до предела. Ну понимаете, вот крымчан это не волнует. Управляющая компания. Не волнует. Они платят деньги. Вот скажите, ваша компания, ЖКХ-контроль, вы же должны контролировать. Вы говорите, обращайтесь туда-сюда. Почему вы не говорите, обращайтесь к нам? Мы говорим. И вот этот дом, насколько я понимаю, обращались к нам. И мы проводим работу по этому дому. В этом доме были утеплены все сети отопления. Дальше произведена промывка единожды. Сейчас будут производить по окончанию сезона еще раз промывку. То есть работа ведется. Но, к сожалению, все не так быстро делается. Это один момент. Второй момент. Значит, трубы требуют капитального ремонта. В графике дом стоит в 30-х, 40-х годах. Но система отопления изношена на 85%. Вот мы там лично проводили этот осмотр, смотрели. Но в этом случае можно сместить сроки? Сроки сместить нельзя. Потому что все это происходит за счет людей, опять-таки. Управляющая компания за счет платежей которой. Если мы поднимем смету управляющей компании, там максимум 10%. Потому что людям самим накладно. Понимаете, все очень сложная ситуация. Сложная ситуация, но объективно до 30-го, 40-го года, как вы говорите, когда дойдет очередь до этого дома, Зоя Григорьевна, этот дом будет потенциально опасным. Правильно? Ведь люди будут так же мерзнуть, так же включать колонки, так же оставлять на ночь газ. Ну, что касается... Ну, конечно, это опасно. Во-первых, это вредно для человека. Сгорая газ, выделяет угарный газ. Это тоже опасно. У вас вот существует список каких-то потенциально опасных объектов или районов? Нет? Что-нибудь подобного? У нас единственное, что я тоже хочу сказать, о том, что есть дома, где внутридомовые системы достаточно старые. И согласно 410-го постановления, то, которое вот сегодня, которым мы руководствуемся, это правительство Российской Федерации, предусмотрена диагностика систем газоснабжения внутренних. Эту диагностику обязаны делать управляющие компании. И на данный момент я должна сказать, что эта работа только зарождается, потому что это тоже требует определенных затрат. Мы еле-еле приучаем людей о том, что нужно платить за техническое обслуживание, но тем не менее мы работаем с управляющими компаниями. И когда определяем при выполнении технического обслуживания, что газопровод в неудовлетворительном состоянии, тогда мы ведем работу с управляющей компанией по определенному ремонту. Это, конечно, не было еще пока глобально, чтобы мы всю систему газоснабжения поменяли в доме. Но частично газопроводы, которые ветхие, которые уже опасны для эксплуатации, мы их меняем. И управляющие компании идут на оплату данных ситуаций. Может быть, скоро с управляющими компаниями, в принципе, не придется работать. Только сегодня в Феодосии на выездном совещании Сергей Аксенов заявил о желании вернуть ЖЭКи, потому что управляющие компании, по сути, себя не оправдали. А у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы можете задать свой вопрос. Добрый вечер, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, на каком расстоянии должна находиться заправка от газовой трубы среди этажного дома? По улице Родионова в Концолевском доме это расстояние составляет 5 сантиметров. Вот построили новую заправку сейчас. Нарушены все нормативы. То есть заправка упирается прямо угол бок. И рядом проходит газовая труба. Будьте добры, если можно, скажите, где адрес этой заправки, мы обязательно проконтролируем, на каком расстоянии находится газопровод и определим, насколько это опасно. Зоя Гореновна, я услышал, это улица Родионова. Хорошо, обязательно завтра направим туда представителей газового хозяйства и проверим ситуацию. И при необходимости обяжем владельца этой заправки привести все в соответствие. Здесь вопрос, каким образом, в принципе, допустили строительство этой заправки. Разве, если там проходят газовые коммуникации, газопровод, неужели они не должны получать разрешение вашей структуры? Ну, соответственно, они обязательно согласуют это все с нами. Я подозреваю, что там, скорее всего, нет нарушений. Потому что мы же обходим свои трассы газопроводов. И мы постоянно отслеживаем. И если где-то ведется какое-то строительство, или планируется, даже с нами не согласовали, мы это тоже контролируем. И предупреждаем подобные ситуации. Я надеюсь, что там все в порядке, но, тем не менее, мы проверим. Андрей, ну вот раньше, если я не ошибаюсь, газовые службы должны были раз в три года проверять оборудование. А теперь каждый год, да? Каждый год, вот 2017 года. У меня вопрос к Андрею. Вот к вам приходили за это время проверять оборудование? Два раза. Просто я не знаю, почему такое особое отношение к Андрею у него уже два раза были. Лично ни у меня, ни у моих коллег, кроме одной, вот будем честными, да, не были сотрудники Крымгаза. Вот за это время не были еще. Это какая-то выборочная по районам посещаемость? Нет, нет. Это у нас мы работаем согласно графиков. И бывает, конечно, когда человека нет дома, мы пришли один раз, второй раз вас нет дома. Значит, потом нам придется переставлять свой график и приходить к вам в выходной день. А позвонить, сообщить, уведомить? Ну, в принципе, если вы оставили свои координаты, мы делаем и обзвоны людей, и предупреждаем, и на подъездах вывешиваем объявления за пять дней о том, что мы планируем там такого-то числа проводить эти работы. Мы ведем данную работу. Единственное, что мне придется, наверное, сказать о том, что мы вот в течение 2018 года планировали свои графики таким образом, чтобы делать это ежегодно. Но, к сожалению, у нас не хватает людей для того, чтобы вот обеспечить 100% на сегодняшний день. Мы ведем в этом направлении работу, мы увеличиваем свои штаты, обучаем людей для выполнения данных работ. Но, к сожалению, вот пока еще 100% мы не успеваем обеспечить. Загерина, в общем, жду в гости сотрудников Крымгаза. Господин, ну, как бы там ни было, действительно, многие вещи в этом мире, они могут нести как благо, так и вред, да, примерно того же газа. Но будем надеяться, что первого будет все-таки больше. Я благодарю вас за беседу. Зрители, за внимание. Увидимся завтра вечером в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Спасибо.